пока сохнет моя поставка занимаюсь крышкой вырезал я крышку значит мне нужно метр на 65 там уже посмотрим как она дальше будет немножко размер возможно я поменяю на свое усмотрение чуть-чуть значит я по 5 сантиметров 4 сантиметра кима то есть меня будет обвязка по два с половиной то есть пять сантиметров меня идет на обклад значит значит метр нужно 5 сантиметров на я отнимаю 4 почему потому что когда я здесь подклею еще одну фанеру здесь я потом уже обрежу чистовую то есть по 5 миллиметров будут менять и на обрезку еще один знаете такой совет фанера нынче дорогая как и все дерево тоже далеко не дешевые и чтобы хорошо вас четко было без отходов нужно хорошо правильно посчитать то есть на период сразу посчитайте что у вас какие отходы получаются что потом из них можно сделать чтобы не было чтобы не было отходов или как по крайней мере минимизировать их до самого минимума хотя например я знаю что здесь я еще немножко здесь доклею часть потом разрежу пополам и у меня она будет идти на боковушку то же самое с этим то есть я уже знаю где я буду доклеивать я буду оставлять целиком чтобы не было отходов хотя вы знаете сейчас наберусь наверное смелости вам покажу свои отходы и посмотрите что у нас в отходах практически даже кусочка не остается так извиняете за прямоту это наши отходы то есть не успели убрать как раз принципе может и хорошо что будет снять работы было или а немного значит вот что у нас осталось вот такие кусочки фанеры на вот их их не размеры значит это все у нас не отходы это у нас еще ценная древесина или станции на материал это будет еще у нас разрезаться потом доклеиваться еще будет скажем по столешним все это пойдет в доход ну а это уже конечно это уже пойдет это уже в котел пойдет мы его собираем в мешки я потом может как-то опять же наберу смелости покажу куда мы их собираем и потом дрова и топим при нынешнем цене на газе на газ в украине это очень хороший поспорье по крайней мере скажем до нового года мы стараемся газ не включать то есть всякими топим нас два котла один газовый другой на дрова и топим отходами и опилками ну и всем остальным очень даже неплохо как для меня так это наши отходы которые пойдут в доходы вырезал я фанеру в нужный мне размер и сейчас буду заклеивать на нее рейки полностью по всему периметру буду отливать рейками вот здесь возникает момент момент который я наверное все таки упущу слишком долгих рассказов я думаю что к этому мы еще вернемся значит посмотрите на фанеру попробую показать видите как она изогнута это как с одной стороны так и с другой стороны видно да то есть у меня там было видео если кому-то интересно там называется но кто сказал что не крутит фанеру по моему так даже и как-то снимал видео какая какой изгиб значит как я делаю что после этого избежать я наверное слишком сейчас вам расскажу все это дело потому что это слишком немножко такое видео будет долгое более теоретическое и думаю что мы к этому вернемся я просто и вообще заклеивать так как я считаю это нужно а потом уже как-то покажу и расскажу, потому что там нужно будет и показывать, и рассказывать, хотя я говорю, что есть там некоторые моменты, у меня на ютубе даже были с одними там слишком большими профи, которые, по крайней мере, себя так позиционируют, даже были некоторые такие дискуссии, но здесь, чтобы доказать свою правоту, здесь нужно уже чисто практически подходить и показывать, но я думаю, что я к этому сейчас не готов, то есть я просто ее сейчас отклеиваю, а потом уже, я думаю, что с Божьей помощью до этого дойдем тоже. Обычно я оклеиваю с одной стороны, потом с другой стороны, а потом уже буду доклеивать сюда, уже я буду знать четкий размер, чтобы не резать его, хотя были случаи, что оклеили вот так сразу же, то есть я здесь оклеивал сюда, там оставлял вот такой кусок, потом все это обрезал, то есть здесь уже не играет никакой рояль, как вы будете делать, то ли так, то или так, здесь не влияет ни на скорость, ни на свет, каждая клейка так, как он привык, как он считается, за правильную, ну так, ну я, наверное, сейчас уже просто его туда, мазание клеем, наверное, не буду снимать, да, уже намажу клеем и на струбцены зажму. Одна сторона клееная, другая клеена тоже, приставляю в рейку, с одной стороны отмечаю, обрезаю. О, хорошо. Хотя, честно скажу, здесь особо этих зазоры, они особо не виляют, потому что здесь будет оклеена другая рейка, ну, просто самому приятно, что хорошо все упало. И потом, если клиент, когда там посмотрит, скажет, да, хорошо сделано, что нет ни щели, ничего, ну вот так, для будущее, для своей рекламы. Клей, который выступил, с этой стороны, его можно будет убрать, только немножко уже потом, пускай немножко уже подсохнет, потому что, когда сейчас убрать, он будет, будет такая, она вот, мазня, и он будет более размазываться. А так он минут 20-30 где-то подсохнет, и потом его легонечко чистим, чтобы было, чтобы было красиво. Так, ну, в принципе, здесь, наверное, уже показывать дальше не будет, то есть одна сторона циклеина, другая, третья. Здесь, вроде бы, струбцин, и так уже их, вроде бы, и хватает, но не мешало бы еще сюда, еще пару штук, то есть струбцин никогда в мастерской много не бывает. Сколько у меня их есть, 24 штуки, по-моему, да, 24, но все равно еще не хватает, вот не хватило еще буквально там несколько штук. Ну ладно, это потом, пока подсохнет на ночь, будет, я переставлю, и все будет нормально.